Всем привет! Сейчас я хочу рассказать вам о том, что убивает ваш кишечник. Первое. Пищевые жиры. Жир, который содержится в продуктах животного происхождения и растительные масла. Наш кишечник содержит разнообразие бактерий. Пищевые жиры кормят наши плохие бактерии, и плохих бактерий становится больше, чем хороших. Это называется дисбактериозом. Наш кишечник покрывает один слой клеток. При дисбактериозе плохие бактерии разрушают этот защитный барьер кишечника, делая его дырявым. Теперь токсины, неприваримые белки, микробы без разбора могут попадать через эти разрывы в кишечном барьере, кровоток и сеть в организме хаос. Чем это чревато? Воспалением в организме и аутоиммунными заболеваниями. Хочу сказать пару слов о молочке. Кто бы что вам не говорил, но молочка не успокаивает ваш кишечник. Молочные продукты являются причиной анемии номер один, так как они вызывают кровотечение кишечники. Молочные продукты не содержат клетчатки. Клетчатка является основной пищей для наших полезных кишечных бактерий. Пища без клетчатки вызывает запор. Также молочные продукты воспаляют и парализуют кишечник. Второе. Это нестероидные противовоспалительные препараты. Например, ибупрофен. Возможно, вы замечали, что после приема этих препаратов у вас начинаются сбои в работе желудочно-кишечного тракта и, возможно, даже кровотечение. Все это потому, что эти препараты повреждают кишечник, делая его дырявым. После приема этих препаратов могут потребоваться месяцы для улучшения кишечного барьера. Хочу сказать немного о своем опыте употребления ибупрофена. Я помню, когда мне было лет 18, у меня была ангина, и я употребляла ибупрофен. И вот после приема этого препарата у меня начинались жуткие боли во всем желудочно-кишечном тракте, и после каждого приема пищи у меня была рвота. Я сначала думала, что так влияет болезнь на мое состояние, но потом я решила отказаться от ибупрофена, чтобы проверить. А вдруг это он так на меня влияет? И как только я прекратила его принимать, у меня рвота прошла, ее не было. Третье. Это антибиотики. Один курс антибиотиков широкого спектра действия может уничтожить треть микробиома. После такого опустошения очень трудно восстановить здоровый кишечный микробиом. Четвертое. Глютен. У людей, страдающих целяки, глютен повреждает кишечник. Повреждение глютеном кишечного барьера создает дырявый кишечник. Людям, страдающим целяки, нужно полностью отказаться от глютена в рационе, так как люди с нелеченными целяки подвергаются большему риску смерти из-за увеличения риска лимфомы и аутимонных заболеваний. Здоровье кишечника зависит от того, что вы в него кладете. Кишечник всасывает питательные вещества, переваривает пищу, синтезирует витамины. Также кишечная микрофлора напрямую влияет на нашу иммунную систему и гормоны. Заботьтесь о своем кишечнике, наполняйте его правильными продуктами. Это очень важно для вашего благополучия. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада, если вы поддержите меня подпиской, лайком, комментарием. Также вы можете заказать у меня консультацию. Все ссылки я оставлю в описании. Всем пока!